40 миллиардов тенге нужно для газификации Северного Казахстана. Об этом глава региона Кумар Аксакалов объявил во время правительственного часа Сената. В Северном Казахстане 640 населенных пунктов. В каждом дома отапливают дровами и углем. Ежегодно североказахстанцы сжигают 619 тысяч тонн черного топлива. Чтобы обогреть дровами и углем один частный дом, североказахстанская семья тратит 25 тысяч тенге в месяц. Зима у нас длинная. За весь отопительный сезон вырисовывается в среднем 190 тысяч тенге. А вот карагандинцы, у которых есть газ, тратят 14 тысяч тенге в месяц. Жители столицы еще меньше – 13 тысяч. В регионе ежегодный отток населения из-за отсутствия голубого топлива неохотно идут в области инвесторы. Северному Казахстану необходим газ. Как его протянуть в регион, этот вопрос рассматривают уже 20 лет. В том числе и вариант через Россию. Из последнего Министерства энергетики, Казтрансгаз и Газпром в 2019 году провели несколько собраний. Но безрезультатно. Ведь Газпром заинтересован в газификации не только нашего региона, но и Акмолинской, Павлодарской областей и столицы. Аким Североказахстанской области в своем выступлении в Сенате выступает за казахстанский газопровод. Наиболее приемлемым вариантом считаем подключение области от газопровода Сарарка. Все необходимые параметры для обеспечения области природным газом заложены в проекте магистрального газопровода. Ориентировочная стоимость строительства отводов от водящих и разводящих сетей газификации по нашей области к 139 населенным пунктам составит порядка 140 миллиардов тенге с охватом населения 457 тысяч человек. Ориентировочно Северному Казахстану требуется 2 миллиарда кубометров газа в год. Акимат области совместно с Интергаз Центральная Азия приступили к расчетам. Определяют, сколько домов и многоэтажек нужно подключить, разбивают по годам приоритетности, населенные пункты и, конечно, промышленные объекты. Энергозатратные производства нуждаются в подведении газопровода. К тому же, современное технологическое оборудование адаптировано только под газ. Решит голубое топливо и проблему петропавловцев. Вы все знаете, что в текущем году у нас произошла авария на ТЭЦ. На сегодня с собственниками проводятся ремонтные работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Вместе с тем, с учетом возможности ТЭЦ, к 2026 году мы ощутим дефицит тепла в городе, поскольку город развивается, производства растут. Поэтому газификация региона позволит обеспечить крупные предприятия и объекты бесперебойным теплоснабжением и тем самым снизить нагрузку на ТЭЦ. К тому же, при переводе частных домов и центральных котельных на газ снизятся выбросы загрязняющих веществ. А еще, отмечая таким области, улучшатся бытовые условия. В домах будет постоянная температура и горячая вода, никаких печей и угля. Это, в свою очередь, решит вопросы по переселению и оттоку населения. Аким Североказахстанской области Кумар Аксакала встретился с жителями Мичуринского сельского округа Тимирязевского района. ТО «Мичуринский» – единственное в сельском округе. Базируется товарищество на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур. Сеют их на 18 тысяч гектаров. Парк из современной техники, ведущих мировых брендов, своевременная обработка полей удобрениями и средствами защиты растений. Все это оказалось бессильным перед засушливой погодой прошлого года. Урожайность зерновых в 2021 составила ниже 6 центнеров с гектара. Таких минимальных показателей в ТО не видели давно. В сельском округе проживают 430 человек. Более 32% – это около 140 сельчан из них – трудятся в ТО Мичуринском. Средняя заработная плата у них – почти 150 тысяч тенге. В этом году планируют ее увеличить на 20%. Что касается социальной ответственности агрария перед селом. ТО является водоснабжающей организацией, которая снабжает жителей села Мичурино водой. В зиму период содержит внутри поселковые дороги, полевые дороги до села Новоишинска на безвозмездной основе. ТО имеется пекарня, которая на ежедневной основе снабжает жителей свежим хлебом. В помещении, в котором мы находимся, население бесплатно пользуется сервисами спортзала, данными местного зала. Еще предоставляют баню и занимаются буртовкой свалки. Казалось бы, работа идет, но все познается в сравнении. Новый руководитель в товариществе всего 9 месяцев. Тем, что сделано под его руководством, за это время сельчане недовольны. Сравнивая с действиями предыдущего директора ТО, в прошлом году здесь не выделили корма, а продали лишь по 2 тонны зерноотходов и 3 тонны сена для своих работников. Если этот вопрос аграрий оправдывает неутешительным результатом пассивной кампании, то что он скажет насчет элементарного? Внимание к селу и жителям. Его сельчанам очень не хватает. Они населением не интересуются, как они живут. Раньше баранин здесь не был. Он ездил каждое утро, 6 сентября, объезжал весь запрос, смотрел, видел, как селу живет. Кто-то новое построил. День села справляли, он сюда плащилям. За лучший дом, за лучший год, за лучшую улицу. Сейчас этого у нас нету. Даже день села там не проводится. 5 лет мичуринцы страдают от зловония на улицах села. Люди считают, что товарищество должно помогать в вывозе отходов животноводства. Аграрий готов пойти навстречу, но добавляют, что никто к нему не обращался. Судя по всему, как такового прямого диалога фермера с сельчанами здесь не было до этой встречи. Обобщая все высказанные проблемы и пожелания граждан, глава региона рекомендовал руководителю ТО поработать над отношением к людям. Вы работаете на земле и в народной. И для этого народа, который здесь живет, на этом плачке земли, сделайте доброе. Сделайте доброе. Нельзя ли за эту работу? Делайте. Чтобы люди были добрые. Понятно, что у людей тоже не должно быть повышенных требований. Но хоть элементарно, люди ничего лишнего не просят. С отчетом на встрече выступила и Аким сельского округа. Елена Мухамедшина рассказала, что в свою очередь сделана за год со стороны местных исполнительных органов. И какие проекты планируют реализовать. В этом районе у нас запланирована работа. Это, как я сказала, значит, строительство водоносборной башни. В этом году у нас после того, как построили на этой поселковой дороге, азватное покрытие, что составляет 8 километров, по 400, это грунтовая. У нас первый раз выделили на эту поселковую дорогу, по сравнению с документацией, занесли на бюджет 82 миллиона. Жаловались сельчане и на врачей районной больницы. Грубые отношения также необоснованные, по их мнению, направления на обследование в областной центр. Что значит, беременная должна поехать в город и на УЗИ? Почему? Нет, рожать это надо, централизованно, это все правильно. Почему ее отправляют в город на УЗИ? Хотя у нас есть шикарное оборудование, у нас на сессии Маслихата, у нас главного врача читалось. А у нас есть такое оборудование, которое в области мало, да? Нет, и есть за свой счет на УЗИ. Почему должна беременная сдавать анализы за свой счет? Вы возьмете, наверное, и отправьте в возможный пол. Почему ее всякий раз отправляют, ну, тысячи примеров привезти, когда беременных отправляют? Мы отправляют на теле исследования, на второй, третий скрым на УЗИ беременных. Мы делаем сельчане только на областном уровне. Мы унизили сосудов, головной мозгой, мы унизили шеи, это все там делается. Мы утили, мы унизили делаем. Мы уникали все здесь на месте. И все эти, все сказали, мы депутаты, в том числе с вами. Мы называем себя заместителями, чтобы длительно, 2-3 недели просто наблюдали по беседу с жителями. После встречи Кумар Ахсакалов провел личный прием граждан. Записались на него 4 человека. Аким Североказахстанской области провел очередной прием граждан. В этот раз возможностью задать вопрос воспользовалась жительница Таиншинского района. Она 10 лет не может получить квартиру. Мы 10 лет стоим на очереди, но это бесполезно, вы сами знаете. У нас же ничего не строится. Вот продали машину и 2 миллиона 300 на жилстрою поклала. Ирина Белоусова на приеме граждан от лица дочери, которая одна воспитывает троих детей. Работает в Таиншинском районе, но зарплата небольшая – 60 тысяч тенге в месяц. Плюс пособие. Мать-одиночка копит на квартиру в Петропавловске. На счету вот басы банки больше 2 миллионов тенге. Участвовала в нескольких конкурсах, но у других очередников баллы выше. Им и достались квартиры. Там действительно балльная система. На нее никто повлиять не может. Там только по количеству сумм накоплений. И все другие моменты у них балльная система работает среди всех очередников. По пути решения я тоже не вижу. Может быть что-то и найдется в результате более внимательного консультирования. Договорились, что проведут встречи с участием Акима Петропавловска и представителем от басы банка. Будут думать, как можно помочь североказахстанке. Новый компьютерный томограф установили в многопрофильной городской больнице. Томограф японского производства делает 64 разреза. То есть максимально четко и точно выдает картинку исследуемого органа. Можно рассмотреть сосуды и вены, а главное увидеть даже небольшие новообразования или отклонения. Этот аппарат сейчас золотой стандарт медицины. Еще из плюсов минимальная лучевая нагрузка на пациента. Новый КТ здесь установили взамен сломавшегося. В 2010 году нам был установлен компьютерный томограф компании «Сименс» 16-ти срезовый. За 12 лет, получается, аппарат был использован многократно. Много было проведено исследований. И уже к 2021 году он вышел из строя у нас. По техническим соображениям вышел из строя. И в 2022 году мы получили новый аппарат «General Electrics» 64-х срезовый. На новом аппарате будут производить 20-25 исследований в сутки. Раньше было от 15 до 20. Томографии делают бесплатно по направлению в рамках ОСМС и для пациентов в стационаре. Компьютерный томограф жизненно необходим тем, кто поступает с серьезными травмами, болезнями легких сердца и сосудов. В больнице есть инсультный центр. И весь год, пока не работал томограф, пациентов в тяжелом состоянии везли на скорую в многопрофильную областную больницу, а затем обратно в инсультный центр. Теряли драгоценное для жизни человека время. Старый КТ, который год простаивал здесь, передали первой городской больнице, где пытаются его починить. Новый томограф обошелся в 375 миллионов тенге. Работать он будет круглосуточно. У нас два врача. КТ заключили договор еще с молодым доктором. В этом году приедет третий врач КТ. И достаточно у нас рентген-лаборантов, которые работают в круглосуточном режиме. В полуавтоматическом режиме мы можем увидеть тромбы. Учитывая, что получили большой опыт работы с ковидными пациентами, мы сейчас научились хорошо смотреть легкие. А этот аппарат нам позволяет находить какие-либо образования от 2 миллиметров в легочной ткани. То есть найти недуг на ранней стадии. В таком случае шанс победить болезнь намного выше. Всего в регионе вдвое увеличили количество компьютерных томографов. Сейчас их 8. Все эти приобретения, они дают результаты. Мы видим, что снизилась заболеваемость туберкулезом в два раза. Смертность от онкологии уменьшилась на 24%. За последние 5 лет в 2,5 раза увеличилось количество обследований на компьютерной томографии. Если в 2017 году было проведено 12,5 тысяч обследований, то по итогам прошлого года количество обследований на компьютерных томографах увеличилось до 30 тысяч. Также здесь планируют установить МРТ. Появится аппарат магнитно-резонансной томографии в детской областной больнице. В сельском округе Аккейн района Макжана Жумабаева в прошлое воскресенье прошли выборы. Сельский Аким должен жить в округе, где он избирается. Только так можно действительно понять проблемы сельчан, уверена Тереса Кулешова. В октябрьском пенсионерка живет 45 лет. Говорит, главу сельского округа выбирает впервые. Чувствует волнение и ответственность. Раньше было, что нам привезут, трех кандидатов представили и в районе выбирали. И уже потом с района к нам приезжал Аким. Хотим мы, не хотим мы. Когда мы услышали то, что будем мы сами участвовать в выборах, мы, конечно, это приняли очень хорошо. Потому что, во-первых, мы изучили все кандидатуры. Мы изучили, где они до этого работали, где жили, как они, семья какая у них. Так серьезно к выборам подошло большинство опрошенных нами сельчан. Изучали биографии, ходили на встречи с кандидатами. Многие заявили, что будут поддерживать сельского Акима, потому что сами его выбирали. К новым выборам я отношусь хорошо. Сейчас позволено народу выбирать самим. Раньше такого не было. Раньше приводили незнакомых людей. Только мы знакомились на сходе или через газету. Конечно, лучше. Чтобы выбирало население. Чтобы был местный Аким. Чтобы он видел жизнь села изнутри, а не так приезжие. Новому Акиму сельского округа Аккаин предстоит руководить шести селами. Проблем там немало. Жители Суворовки жалуются на плохие дороги в селе. Подъезд тоже в плачевном состоянии. Вот самое главное, что дорога плохая. Ну, ямы, конечно. Особенно мы в Суворовке живем. Ни зимой плохо дорогу не чистят. Вода есть, мы без воды не живем. Озеро рядом, а так ничего. Никто не беспокоит. Там 12 дворов осталось. Из-за плохой инфраструктуры и безработицы жители уехали из Суворовки. Школа там закрылась, рассказывают чинчане, которых привезли на голосование. В Суворовке всего 25 избирателей. Еще 20 приехали из Зарослова. Это село тоже требует внимания. Там на нового Акима возлагают большие надежды. Это за 30 лет впервые. И для нас это, знаете, казалось бы, маленькие выборы. Это не выборы президента, а, знаете, волнения больше. Люди, конечно, здесь как бы уже к этому подходят более ответственно, потому что сами выбирают Акима. Не назначаются сами. Связывают свои надежды с тем, кого выберут. У сел много проблем, поэтому они связывают решения своих проблем с тем, кто придет. 280 голосующих в этом пункте жители Октябрьского. До перестройки село процветало. Жителей было вдвое больше. Радует сельчан, что начали подводить воду в дома. Скоро они забудут про ведра и фляги. Живительная влага, горячая и холодная, будет в доме. Но и помимо водоснабжения работы здесь хватает. Я хочу, чтобы новый Аким сделал дороги, библиотеку и построили спортивную площадку. Сейчас в селе есть спортивная площадка, но на ней нельзя полностью развивать свои навыки, заниматься более качественно. Хотелось бы получить новую площадку с новыми тренажерами. Для Романа Губского это первые выборы в жизни. 19-летний парень учится в Омске на агронома. Сейчас на каникулах. После учебы хочет вернуться и развивать родное село. Верит, что его кандидат решит проблемы Октябрьского. Главное сейчас дороги. Продавленный от больших грузов асфальт для легковушек превратился в полосу препятствий. Решение старой проблемы ждут от нового Акима, которого впервые выбрали сами. 4 миллиона 300 тысяч гектаров площадь посева в этом году. Традиционно большую часть полей 3 миллиона гектаров засеют зерновыми и зернобобовыми культурами. Масличные на том же уровне порядка миллиона гектаров. Еще 330 тысяч отвели под кормовые. 6 тысяч гектаров для овощей. Увеличили площадь Гречихи. В этом году ее вырастет на 10 тысяч гектарах, что на 1300 больше прошлогодней площади. Чечевицы засеют на 50 тысяч гектарах. В прошлом году было 33. А подсолнечник посадят на площади 103 тысяч гектаров. Это на 40 тысяч больше, чем годом ранее. На сегодня проведено закрытие влаги на площади 3,1 миллиона гектар. Это 73% от площади. Также проводится работа по вывозу семян на воздушно-тепловой обогрев объемом 79 тысяч тонн. Протравлено семян объемом на 16 тысяч тонн. Всего семян засыпано 450 тысяч тонн. Ими аграрии обеспечены на 100%, как и техникой. Пассивной компанией примут участие 13 тысяч тракторов, 15 тысяч черновых сейлок, 1400 современных высокопроизводительных пассивных комплексов. С начала года приобретено 700 единиц на 16 миллиардов тенге. Планируется в текущем году внесение минеральных удобрений на 170 тысяч тонн на площади 2,7 миллиона гектаров. Уже заключены договора на приобретение на 125 тысяч тонн. Оплачено на 119 тысяч тонн. Также отгружено 73 тысяч тонн. По поставке минеральных удобрений в целом у нас проблем нет. Местные поставщики, скажем, изготовители КАЗ-фосфат, КАЗ-азот, были вопросы, но на сегодня эти вопросы решены. Вот буквально я вчера созванивался с поставщиками, они начали ангрузку. Проблем в горюче-смазочных материалах возникнуть не должно, говорят в профильном управлении. На пассивную компанию выделили свыше 70 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива. Конечная цена на апрель-май не более 210 тенге за литр. 49 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпали из очереди на жилье в Петропавловске из-за технической или человеческой ошибок. К такому выводу пришли прокуроры. Они проводили плановый анализ соблюдения жилищного законодательства и постановки на учет граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения. В ходе анализа установлено, что незаконно были сняты с очереди граждане категории дети-сирот и оставшиеся без попечения родителей. В данном случае одним есть и человеческий фактор, и техническая ошибка в переводе с местной базы данных в республиканской. На данный момент представление находится на рассмотрении в Акимате города, и соответственно там они проведут служебные расследования, и виновные лица понесут соответствующее дисциплинарное или какое-то иное наказание. Всего в Петропавловске в очереди на жилье состоят 14 тысяч североказахстанцев. Из них 5 тысяч относятся к социально уязвимым слоям населения, и 1700 – категории дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. В городском Акимате рассказали, что дети-сироты снова вернулись в свою очередь, причем на такие же позиции, на которых они были до инцидента с базами данных. 24 марта они все были полностью восстановлены в своей очереди. Очередь не сдвигалась, они все были восстановлены на свои места. На сегодняшний день у нас в категории дети-сироты состоит 1760 граждан. В прошлом году было выдано 65 квартир. В этом году долгожданные квадратные метры получат 120 детей-сирот. Дождутся своей очереди в 2022-м и дети, оставшиеся без попечения родителей. Субтитры создавал DimaTorzok